здравствуйте мои подписчики и гости канала это видео по теме охлаждение и осветление сусла в этом видео поговорим про охлаждение сусла и про оборудование на котором это осуществляется на практике сусла охлаждают и взвеси отделяют из него различными способами наиболее распространенным является способ охлаждения сусла на отстойных холодильных тарелках где одновременно отделяют и взвеси с последующим дополнительным охлаждением сусла на нарастительных холодильниках мутные сусла фильтруют фильтр прессах раньше сусла охлаждали также в коробчатых холодильниках в которых проходили пучки медных трубок небольшого диаметра окруженных ледом взвеси отделяли на мешочных фильтрах из линяной ткани теперь такие устройства не применяются отстойно холодильные тарелки заменяют холодильными и отстойными чанами а оросительные холодильники батарейными или пластинчатыми холодильниками сусла охлаждают и отделяют взвеси за счет того что горячее сусло сначала перекачивают в отстойный чан или другой сборник а затем центрифугируют или фильтруют на диатомитовом фильтре сусла охлаждают при таком способе исключительно на высоко производительных пластинчатых холодильниках центрифугирование сусла комбинируется с фильтрацией по-разному в зависимости от того какую часть взвеси надо устранить на данной стадии горячее или охлажденное сусло оросительные холодильники трубчатый теплообменник открытый оросительный холодильник или закрытый теплообменник труба в трубе используют на второй стадии охлаждения сусла которая поступает из-за холодильной тарелки или отстойного аппарата охлаждение сусла от 60 до 5 7 градусов цельсия проводит быстро во избежание развития посторонних микроорганизмов открытый оросительный холодильник схема представлена на экране представляет собой плоский вертикальный змеевик из горизонтальных медных труб спаянных между собой в местах соприкосновения и образующих сплошную поверхность осаждения холодильник разделен на две секции верхнюю и нижнюю в верхней секции по трубам циркулирует водопроводная вода в нижней охлажденная вода или рассол охлаждающие жидкости подают в секции снизу вверх горячее сусло поступает сверху в распределительный желоб 3 оросительного холодильника установленный над трубами 2 стекает тонким слоем по поверхности труб с обеих сторон охлаждается и через нижний сборный желоб 1 направляется в цех брожения на поверхности верхней секции сусло охлаждается от 60 до 20 градусов цельсия нижней секции от 20 до 5 7 градусов цельсия все поверхности соприкасающиеся с суслом выполнены из меди покрыты полудой из-за пищевого олова эффект охлаждения сусла в рассительном холодильнике повышается за счет испарения воды при стекании сусла по открытой поверхности оросительного холодильника в настоящее время трубки имеют круглое сечение хотя раньше использовались также сплющенные трубки или трубки капельного сечения трубки соединены между собой боковыми поверхностями и образуют гладкую легко очищаемую площадь над трубками расположен медный желоб с отверстиями в который поступает сусло и равномерно распределяется по всей длине холодильника холодильники старых конструкций имеют трубки расположенные одна над другой вертикальной плоскости современные холодильники благодаря рифленой форме несколько ниже по высоте и сусло на них стекает спокойнее для предотвращения срыва струи по всей длине холодильника в диапазоне нескольких трубок прикрепляют желоб с отверстиями который задерживает сусло и равномерно его распределяет а внизу под трубками находится сборник желоб в который сверху поступает охлажденное сусло из сборника сусло направляется в бродильное отделение торцовые стены холодильника бронзовые и снимаются так что трубки можно чистить и изнутри желоб и трубки бывают луженами лужение трубок излишне поскольку луженая поверхность при чистке очень быстро и стирается в настоящее время росительные холодильники изготавливаются из нержавеющей стали размеры оросительных холодильников ограничены длиной трубок которая не должна превышать 5-6 метров если она длиннее то под влиянием разницы температур происходит деформация и сусло стекает неравномерно высота трубок обычно равна от 2 до 2,4 метра в холодильнике длиной 1 метр охлаждается до температуры спуска около 12-15 гектолитров суслов час расход охлаждающей воды в два с половиной раза больше объема охлаждаемого сусла скорость течения охлаждающей воды должна быть по фермену зонтагу 0,8 полтора метра в секунду производительность оросительных холодильников выбирают так чтобы объем холодильной тарелки охлаждался около двух часов если недостаточно одного холодильника то их устанавливают больше при более продолжительном пребывании суслана на тарелке возрастает опасность инфекции однако и более быстрый спуск нецелесообразен так как при ускоренном течении могут увлекаться взвеси при охлаждении сусла на оросительных холодильниках имеется большое испарение по леберле до 10 процентов испарение ускоряет охлаждение снижает расход охлаждающей воды на оросительном холодильнике сусла отлично вентилируется окисление движения сусла положительно влияет на осаждение взвесей мнение относительно вентилирования сусла на этой стадии различны однако следует признать что оросительный холодильник оправдал себя на практике и нашел широкое распространение кроме холодильников указанной конструкции применяются также пластинчатые оросительные холодильники эти холодильники меньшего размера состоят из листов нержавеющей стали внутри листов движется охлажденная вода или соляной раствор а по поверхности стекает сусла пластинчатые холодильники можно собирать и разбирать они легко чистятся и занимают немного места помещение для оросительных холодильников должно отвечать требованиям гигиены хорошо проветриваться обычно оно бывает облицовано плиткой и потолок покрыт масляной краской как уже указывалось помещение для оросительных холодильников иногда проветривается отфильтрованным воздухом вы посмотрели видео посвященное охлаждению и осветлению сусла я благодарю вас за внимание подпишитесь на канал поставьте колокольчик уведомления все уведомления и вы будете получать уведомления о новых видео поставьте лайк напишите комментарий с вопросом если вам что-то непонятно если вы увидели какие-то недоработки в моей лекции на этом я с вами прощаюсь желаю вам всяческих успехов и до новых встреч